Всем привет дорогие друзья, с вами Вайт, и сейчас, когда на основной версии Л2 властвует обновление Щит Королевства, нельзя просто так взять и не выпустить гайд на танков. Наверное, всё уже наслышано о том, что классические рыцари Сигеля в текущем дополнении с двух ног ворвались в мету и по урону переплюнули ДК. И это действительно так, однако есть нюанс. Насмотревшись роликов уже не скорее, а от наших контентмейкеров, в которых ромовник Шилин бьёт заметно больнее скелета, многие игроки поспешили сделать ролл в одного из классических Сигелей, а кто-то так вообще начал за них с нуля. Но вскоре обнаружили, что почему-то, вопреки тестам, его низковыровневый танк с работяжной копировкой дамажит гораздо меньше рыцаря смерти с равным обвесом. Так это что же получается? Блогера обманули новичков? Давайте разбираться. Самым сильным классом на слабом бусте, особенно если вы фармите на мышке, а не на автоохоте, являются суммы. За ними идут разбойники и заступник. Следом спешит Творец Сияния, а скелет влетётся где-то позади. Но зато он имеет такой потенциал, что при обвесе на пару-тройку триллионов уже начинает догонять и обгонять Венья. Так вот, традиционные танки при слабом бусте и низком левеле отстают от рыцаря смерти примерно настолько же, насколько ДК уступает в этом плане призывателям. Дело в том, что мастера щита после реорганизации стали крайне зависимыми от скиллов, которые, во-первых, для максимального изучения требуются 20 уровня персонажа. А во-вторых, стоит уйму денег. Например, между вторым и третьим левелом ауры вызова разница в 30% урона, а между вторым и четвёртым вообще 60%. На клич же, без которого танки бьют ещё на 50% слабее, чем могли бы, понадобится почти 200 миллиардов аден. А вот скелета уже на 105-м левеле, овладев гневом Алакаса, за 8 халявных квестовых камней рун, куает практически в полную силу. Также триггер Великий Рубеж, дающий дополнительно 30% дамаги. Он успевает спадать, пока пачка мобов резается, и каждый раз его нужно настакивать заново. Вдобавок, карающий шок перестал снижать защиту цели, а ведь данный дебав бы пригодился в битвах с боссами. Плюс классические рыцари как отставали в плане мобильности и дистанционных атак от ДК, так и отстают. И главное, все закрывашки мастеров щита значительно порезали. Так что же по итогу получается? Реворд танков не удался и играть ими не стоит? Ну, если вы не являетесь ярым фанатом канонических рыцарей, но подумываете начать за одного из них с нуля, то вам действительно лучше присмотреться к другим классам. Но вот если вы уже владеете высокоуровневым, неплохо одетым персонажем и финансами на покупку камней рун, то сменить во время Либра профессию на танка будет отличной идеей. Если верить тестам, то рыцарь Ада с бустом на 5 триллионов фармит 120 музей пантеона комфортнее, чем рыцарь смерти с обвесом на 7. И дело тут не только в более сильных критах, но и выживаемости. Магдев танков гораздо выше, чем у скелета. Ахвиз с повреждением, благодаря блокированию щитом, они тоже заметны устойчивее ДК, у которого пассивка есть лишь на символы. Мощность умений хромовника Шилен и рыцаря Ада немного выше, чем у хромовника Евы и рыцаря Феникса. Также профильные триггеры и 101 аура ШК и ДА увеличивают как атаку, так и защиту. А вот такая паладина, к сожалению, лишь деф. Самый высокий урон среди танков у последователя Шилен. Его клятва дополнительно дает 15% мощности скиллов, а 101 аура и профильная пассивка добавляют атрибут атаки. Кроме того, Великая Тень Шилен в паре с Кубиком Погибели снимает с персонажа отрицательные эффекты, что неоценимо при фарме Башни Держисти, и на 6 секунд вешивает мини-закрывашку. В плане дамаги рыцарь Ада отстает от ШК совсем чуть-чуть, а его мобильность и выживаемость вообще лучшие среди танков. После реворка, да, взамен Пантеры получил дополнительный рывок к таргету, и не слишком полезный ПВЕ Кубик. Но главное, его профильное атакующее имение при использовании восстанавливает по 5% здоровья персонажа, что делает более-менее одетого Мстителя в сражениях против монстров практически бессмертным. Кубик Хромовника Ева тоже может снимать дебафы, и вместе с хитпоинтами ресает еще и ману. А клятва ТК, помимо всего прочего, увеличивает защиту от стихий, и дает шанс отразить магическую плюху. И главное, благодаря великой волне от слота, у последователей богини Евы самые быстрые откаты среди танков. И, наконец, Рыцарь Феникса. Он обладает повышенной сопротивляемостью к отрицательным эффектам, а его кубик позволяет раз в 30 минут переживать смертельный удар. Кроме того, паладин наделен, наверное, самой красивой анимазой скиллов в игре. Реворкнутые танки, так же как и Рыцарь Смерти, крайне зависимы от быстрых откатов, поэтому одевать их нужно в легкие доспехи, хоть они и не имеют на них пассивки. В оружие втыкаем шили на время перезарядки. Из гамонкулов ловим Пегаса или Ари, а от скиллов за дуал обязательно выучить восстановление. Оставшиеся же 5 сертификатов тратим на физическую силу и 3 уровня атаки, а 3 улучшенных сердца сливаем на увеличение аден, атаку стихии и физатаку. Для тех, кто многое пропустил, напомню, что сабов давно уже нет, а профессия, выбранная за двойной класс, не влияет на тип доступных от дуала умений. И по идее можно брать любую, но танку, естественно, лучше всего подойдет другой танк. Из скиллов Откровения выбираем Необузданность и Акова Урагана. Последнее, после изучения взгляда Оракула, будет на минуту повышать физы и маг-атаку персонажа. Остальные очки способности распределяем вот так. Если у вас еще слабая пушка в руках, то развитие Берсерка стоит заменить на концентрацию Берсерка. Второй же набор можно сделать подшотных мобов через ветку Оракула. Атрибут – это самая важная характеристика как для нанесения урона, так и для защиты. И чтобы узнать ее кап, больше не нужно никаких таблиц. Просто открываете на Л2 Централ страницу с интересующим вас монстром. Смотрите значения у стихии атаки и дефа и добавляете к данной цифре 220 единиц. Это и будет кап. Дебап улучшаем на шанс, лимиты закрывашки – на время. Однако, когда вы разгоните откаты, модификацию подъема щита стоит заменить на физдеф. Атакующее же умение, если есть онная опция, точим на фокусировку. Для автоохоты у меня вот такой макрос. Командам у таргетных скиллов дописываем слово Форс или Стенд, для того, чтобы персонаж после его применения не бежал бить обычными атаками. За очки иллюзорного снаряжения сейчас, как правило, берут плащ Эльмора и маску Сирении. А вот пушку и доспехи из данной системы обычно игнорируют, так как они почему-то до сих пор обделены СА и атрибутом. Если я где-то ошибся или что-то пропустил, то обязательно поправьте меня в комментариях. А если вдруг вы сами надумаете попробовать основную версию линейки, то не забудьте про ссылку в описании. При регистрации по ней вы получите подарок для более комфортного старта. Ну а с вами, как всегда, был Вайт. Всем спасибо за просмотр, пока-пока. Линейдж 2 — это не только боссы и сражения, но и торговля, шутки в чате, крафт, ивенты, дружба, проверенная в боях и даже любовь. Стань частью культовой ММО-РПГ. Играй на фо-гейме.